Тема дня телеграм-каналов и средств массовой информации. 4 миллиона евро на счету открытым на известное имя Алексей Борисович Веллер, написано латиницей. В рублях это сумма астрономическая, свыше 330 миллионов. Мы попробовали найти следы таких немалых доходов в официальных декларациях у депутата Госдумы от Красноярского края и экс-депутата парламента страны от Мурманской области Алексея Борисовича Веллера. Но тщетно. Да и кто же будет указывать зарубежный счет в бумагах? Ведь это прямой билет на вылет из парламента. Участвовать в выборах с имуществом за рубежом тоже нельзя. В нашей стране не может быть депутатов с заграничными счетами. Федеральный телеграм-канал 16 негритят опубликовал информацию про банковский счет в Европе, а именно в финансовом учреждении княжества Лихтенштейн. На счету более 4 миллионов евро. Канал называет и его владельца Алексей Борисович Веллер, латиницей. Доступ к нему имеют еще два человека. И это люди все с той же известной в мурманске фамилии Михаил Веллер и Сергей Веллер, также латиницей. С правовой точки зрения наличие счета в зарубежном банке для депутата Госдумы прямой путь к прекращению депутатских полномочий, дают пояснение адвокаты. Согласно статье 10 федерального закона номер 79 ФЗ, несоблюдение депутатам Государственной Думы либо членами его семьи запрета иметь счета в иностранном банке за пределами территории Российской Федерации влечет в досрочное прекращение его полномочий. В данном случае решение о прекращении полномочий депутата Государственной Думы может быть рассмотрено двумя путями. Либо решение может быть принято соответствующей комиссии Государственной Думы в форме постановления о досрочном прекращении полномочий. Либо это может быть рассмотрено в судебном порядке путем предъявления административного иска. На ситуацию сразу же отреагировал Генсовет Единой России. Ведь такой факт бросает тень на партию. Возможно, в кулуарах уже задумались, нужен ли им вообще такой представитель или его пора выгнать с позором. Но сначала разбирательство правоохранительных органов. В своем телеграм-канале заместитель секретаря Генерального совета Единой России, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, написал «Запросы о возможном наличии у депутата Государственной Думы Алексея Велера банковского счета в Лихтенштейне будут направлены к Генпрокуратуру, Центр избирком и Росинформониторинг в ближайшее время». Конец цитаты. Саму ситуацию экспертное сообщество считает вопиющей и ожидает дальнейшей реакции. Да, ситуация не реактивна. То есть прецеденты есть, но их немного. И если доказательства будут серьезными, то игнорировать, я думаю, в данном случае их, наверное, будет сложно. Бывали случаи, когда депутаты вообще не подавали декларацию о доходах, скажем, до 1 апреля, и их просто лишали мандатов за то, что они просто не подали. Да, был, например, такой депутат Худяков, например, в Тамбовской области и так далее. Так что, да, и у вас в Мурманске были скандалы, но неподача в срок – это одна история. А когда ты прямо нарушаешь закон о конституции, когда выясняется, что ты изначально избираться не имел права, поскольку у тебя просто были на момент избрания уже атрибуты, которых у тебя не могло быть физически, с точки зрения твоего права баллотироваться. При наличии счета за границей нельзя участвовать в выборах. Причем не только в этом году от Красноярского края. Счет, по данным источника, открыт в 2016 году перед выборами Виллера в Госдуму в качестве кандидата от Мурманской области. Если факт будет доказан, то и они были выиграны вне закона. Неудивительно, что в комментариях средств массовой информации Алексей Виллер начал отрицать наличие счета, но, правда, признался в том, что бывал в самом княжестве Лихтенштейн и неоднократно. Вы верите, что с туристической целью? Это местечко знаменито одними офшорными банками, которые притягивают коррупционеров. На счетах в таких банках можно попытаться спрятать более 4 миллионов евро. И вот что по этому поводу думают мурманчане. 4 ляма евро, а деревяшки так и не снес в Мурманске. Хорошо наворовал, талантище. Уже упало от таких цифр. Думаю, все понимают, откуда такие деньги у Виллера. Вот как надо воровать, деревяшки еще постоят. Вспомнили мурманчане и про новое звание Алексея Виллера – почетный гражданин Мурманска. Даже в шутку бы не стало называть его почетным. Обокрал бюджет. Что дальше на этот вопрос, в сети отвечают просто – сажать.